всем привет пришел запрос ирина покажите пожалуйста в комментариях запрос ирина покажите пожалуйста вашу дружную семейку которую мы вместе с вами на канале и так очень так это своеобразно пересадили для того чтобы дать свободный рост обеспечить вернее сла свободный рост малышкам давайте напомню что это за орхидеи что это за история такая это орхидейка с цветоносом из точки роста которую я прикупила а сколько получается времени то назад наверное полтора года чуть больше и вы знаете цветонос из точки роста она и цвела и на момент цветения деток дала две детки и потом когда я в очередной раз подошла поливать растение я понимаю что из-под на одного самого нижнего листика появилась третья детка я заняла в ожидательную позицию стала думать что же мне делать немножко выровняла ситуацию тем что я подложила под основной вот этот вот листочек самый нижний такой большой камушек для того чтобы мне освободить пространство для все-таки источника света обеспечить источник света для вновь появившейся малышки 3 которая сейчас располагается на этой орхидейке и через какое-то время когда третья малышка подросла на уровне двух существующих пришеечных при стволовых орхидеи детках на этой орхидеи я вместе с вами сделала интересную пересадку для этой орхидеи не отсоединяя деток от материнского растения почему не отсоединяла на тот момент нельзя было отсоединять деток да и разрушать вот эту великую семейку я считала все таки наверное будет неоправданным и мы вместе с вами сделали перевалку для этой орхидеи с использованием очень хорошего миксованного грунта я сейчас возьму видеокамеру покажу вам результат этой пересадки и как же сейчас развивается малышня собственно на стволе своей матушки вот такая вот интересная история вы знаете метод перевалки о котором я многократно просто многократно рассказывала на своем канале он имеет эффективные результаты очень высокие скоростные ростовые моменты при пересадках растений ведь при таком методе методе перевалки орхидеи совершенно не испытывает вот от слова вообще не испытывает стресса достав из одной посадки орхидейку из горшочка извлекая да мы просто-напросто сооружаем для нее новый домик и с существующим корневым комом который плотно создан существующим грунтом у этой орхидеи мы делаем метод перевалки располагая растения в новый горшок сейчас эти методы многие пользуются я видела уже неоднократно мне в контакте девчонки пишут что верен действительно вот перевалка это самое то что дало вот действительно те прекрасные результаты которых но например тот человек который мне написал восхищенно да об этом методе не получал пересаживая растения разбивая вот эти корневые комы удаляя старые грунты и так далее когда орхидея после пересадки начинает терять корневую систему и такое происходит очень часто а часто это происходит потому что мы пересаживаем свои растения совершенно не в подходящий период самый подходящий период для пересадки орхидей это конечно же период вегетации когда начнет начинается новый рост корней раскупливаются старые корни начинают расти новые корни и появляется новый листик вот тогда безусловно орхидеюшки можно пересадить даже изменив систему посадки убрав старый грунт добавив немножко старого грунта для повторения экосистемы посадки и сложи и складывание этой экосистемы в течение 10-14 дней то есть мы сокращаем период когда орхидейка у нее есть опасность в момент пересадки при не состоявшейся микрофлоре посадки потерять корневую систему а вот этот метод он позволяет действительно получать шикарные результаты без без вы знаете здесь действительно нулевой стресс и абсолютно отсутствие потери корней при пересадке все я беру видеокамеру и показываю вам вы видите наверное уже вот эти гуще это вообще вы посмотрите какие монстрицы сейчас нарастут растут на этой матушке матушка пока сохраняет свою целостность и сохранность пока листики материнского растения не теряются не желтеют но не пропадает собственно само материнское растение может быть кстати это происходит и в результате того что грамотно и правильно был сделан именно выбран именно метод пересадки для этой орхидеи перевалка без лишних каких-то изменений в области корней ну давайте посмотрим развиваются все детки очень хорошо очень стабильно и очень показательно вот давайте рассматривать вот она матушка материнское растение листья которые совершенно не претерпевают каких-либо изменений вот он собственно цветонос из точки роста этой орхидеи а лиственный цветоносик очень часто такая история встречается опять-таки вопросы которые я называю вопрос недоумения ирина что же это такое что за лист на цветоносе всегда отвечаю девчонки это такая необыкновенная история как а лиственный цветонос такое бывает вот материнское растение закрытая точка роста у этой орхидейки первыми появились вот эти две детки вот одна детка но у нее конечно спустя время уже смотрите какая прекрасная картина развитие собственных корней вот она первая детка вот видите да центральная макушечка детки дальше крутим вертим кручу верчу показать хочу вот она вторая детка вот она видите такая большая слушайте подождите стоп как подождите я в недоумении так это две детки еще две одна рядом со второй ну-ка подождите давайте считать ой я не ожидала такого слушайте это называется детей недосчитать так смотрим заново вот она одна макушка да смотрите вот она вторая макушка вот он молодой листик вот она третья макушка вот она макушка детки то есть вот они три да получается вот три детки сейчас мы посчитали и опа слушайте вот это маманечка драгоценная моя орхидея давшие четырех деток боже вот она еще одна детка вот именно которую из-за которой все-таки мне пришлось пересаживать эту орхидею кстати видео называлась при пересадке этой орхидеи три девицы из темницы почему из темницы потому что мне пришлось сделать специфическую посадку мне пришлось извлекая материнское растение с корневым комом пришлось его положить по диагонали этот корневой ком чтобы сместить точку роста материнского растения слушайте нужно мне прибраться на ней ой и и получается так у меня получилось так вот что я наклонив материнское растение я извлекла детенышей деток из темноты вот сейчас они очень посмотрите как хорошо замечательно растут собственно вот этот листочек мне нужно было зафиксировать когда начался рост вот этой вот детки на орхидейке слушайте вот это я сюрприз получила драгоценная моя орхидея которая имеет цветонос из точки роста дала мне 4 детки вы знаете у меня был какой-то вопросительный знак я вот знаете как так разглядывала разглядывала понять не могла до тех пор пока у меня не появился вот этот вот еще один центральный лист все я сразу поняла что это как бы тут 2 2 2 точки роста на ростке получается посмотрите как смотрите да вот лист детки лист детки и отсюда появилось два молодых листка вот он один и вот он второй слушайте как-то очень очень странно хотя хотя вот посмотрите там ствол он какой-то как будто бы вот такой единый а из этого ствола получилось еще раздвоение вот на на 2 на 2 детки слушайте я я это что называется чешу репу по-другому их сказать не могу у меня бывает знаете мне иногда зрители певстерин вы как что-нибудь ляпните я вот у меня такое часто бывает у меня моя мать мои мальчишки надо мной вечно хохочет потому что я бывает такое закручу словесно что потом долго все смеемся но тут неожиданный вот такой этап меня просили показать трех девиц из темницы в результате получается показать четверых девиц из темницы вот такая вот история ну ладно давайте собственно удивившись знаете так это очень приятно удивившись я вам сейчас покажу как выглядит вот слушайте напишите мне кто-нибудь такое вообще с таким сталкивался чтоб из одного получается ствола вот просто тут видно что тот один ствол вон он я вам камеры конечно не передам потому что я боюсь повредить тут все ну да вот оно как-то произошло раздвоение да вот на два на два совершенно самостоятельных растения вот одна и вторая вот они то есть один ствол еще и разделился на два вот как произошло ну и давайте я вам покажу и напомню все-таки ту миксовку которую я сделала посадку методом перевалки для этой орхидеи вот у нас уже посмотрите что она и тут нашла дырки она кстати из своего прежнего горшка великолепно прораст произрастала корнями сквозь существующие дырочки ну и вот опять у нас история повторяется что называется да вот сделала я для нее кстати смотрите перфорированную посадку перфорация во внутреннем горшочке была необходима почему потому что я делала очень влагоемкую миксовку для этой орхидеи а почему я делала влагоемкую миксовку потому что я проанализировала состав грунта ее прежней посадки и в том составе грунта она шикарно росла и поэтому я сделала ей такой же влагоемкий миксованный грунт и посадила эту орхидейку именно так но для того чтобы не переувлажнить посадку в этой влагоемкой миксовки сделала вот эти дополнительные дырочки перфоря перфорацию стены горшочка внутреннего и так как я располагала все таки эту орхидею в посадку двойной горшок я сделала вот как бы такое такой ход на опережение для того чтобы не увести растение в потере корней и вы помните когда я ее пересаживала ни одного корня не было видно после добавления миксовки новой ни одного не было видно потому что там вот как я взяла корневой ком так и поставила в центр горшка а потом стала засыпать горшочек вот этой миксовкой грунта вы посмотрите как он растет мне потом корень не повредить вы посмотрите быстро быстро происходит прорастание корневой системы к источнику света кстати вот смотрите здесь поменьше видите да отращивается однобокость роста корней у орхидей мы знаем да эту специфику иногда такое бывает причем но вот тут видно вот они молодые раскупленные корешочки да вот они посмотрите они тут везде они тут уже и на дне горшка лежат перевернуть не могу сейчас все посыпется вот они настойчиво упорно равно как и детки детки уже дают корневую систему и тоже врастают в посадку вот видите какие они прекрасные то есть все сделано было замечательно ну и ладно ну и пусть он вылез но как я буду извлекать элементарно буду резать горшок ну а что остается делать тут либо дома в орхидее либо о горшке вот можно сделать будет знаете вот такое вот расширенное расширенную нишу вот так вот прорезать ее и извлечь без последствий из этой дырочки кстати корневую систему можно так сделать я так делаю и горшок в целостности остается и корневую сохраняю при пересадке вот так она сейчас растет развивается и все у нее замечательно а еще и сегодня просто обалдела у меня просто какой-то душ впечатлений от увиденного окатило окатило меня душем впечатлений я думаю вас тоже ну ну реально кто следит за теми изменениями на моем канале которые происходят которые я стараюсь ежедневно выкладывать для вас все помнят эту историю и помнят что действительно было три девицы из темницы а теперь четыре все вот такая прекрасная история вот такой вот правильной предложенной пересадки для этой орхидейки все вы сами можете увидеть рассмотреть проанализировать вот а я вам конечно своими комментариями и какими-то пояснениями помогаю вам это сделать все здоровья вам благополучия с прибавлением нас всего вам самого-самого наидобрейшего всем пока пока ну и до новых встреч растет она у меня вот здесь вот эта тумба где стоит знаменитый кот где растут много-много орхидеюшек и бегли по и разные разные это мои старушки старые-старые вот и смотрите получается что у этой орхидеи есть источник света верхний лампа мини фермер 20 ватка с характеристиками полный спектр full 2 вот так она располагается и еще есть боковой источник света вот отсюда равно кстати я вам тут показала корни вот кстати боковой источник света и выманивает корни вот до с той стороны у нас не было корней где орхидея стоит рядом с другими горшочками а вот источник света дает вот такой эффект когда корешочки тянутся именно к тем стенкам где больше поток света вот так вот моя веселая семейка четверняшки на моей красавицы это очень красивая ой какая же она красивая но опять-таки девчонки простите меня за это нет у меня фотографии чтобы вам поставить фотографию цветения этой орхидейки и чтобы вы вообще понимали да что же это за такая орхидея неужели я не знаю то ли это сорт да то ли это вот особенность сорта гене на генетическом уровне то вот когда цветонос из точки роста закрывают основное растение появляется множественные детки у меня первый раз когда четыре детки находятся собственно на матушке вот первый раз такое максимально у меня но нет у меня знаете конечно эквестерисграсс там 12 деток было восемь девять деток это особенность сорта там как бы это вне это вообще даже говорить об этом не будем там особенность такова здесь обычный стандарт имеющий четыре детки одновременно растущих это какая и силища